Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Мы сегодня с Михаилом Васильевичем Поповым решили углубить и расширить обсуждение марксистско-ленинской теории и практики. И тут случилось такое, что правительство Российской Федерации подкинуло нам тему для обсуждения и тему нетривиальную, а как раз-таки очень важную, жизненно важную, касающуюся абсолютно всех жителей и граждан Российской Федерации. И речь, конечно, пойдет о пресловутой пенсионной реформе, готовящейся. И с вашего позволения я зачитаю крайнюю сводку буквально вчерашнего дня. 19 июля правительственный законопроект об изменении пенсионной системы прошел первое чтение в Госдуме. В поддержку проекта постановления о принятии документа высказались 327 депутатов против 102, один парламентарий воздержался. Затем Палата рассмотрела ряд поправок к постановлению, предложенных представителями оппозиции. Одна из них подразумевала организацию референдума по законопроекту, другая – проведение парламентских слушаний. Данные инициативы были отклонены, после чего при голосовании в целом проект закона поддержали 328 депутатов, 104 выступили против, воздержавшихся не было. Первое чтение подразумевает рассмотрение лишь концепции законопроекта. После ее утверждения масштабное обсуждение инициативы продолжится. Предложения о подработке проекта закона будут собраны и зафиксированы в виде поправок ко второму чтению. Михаил Васильевич, во-первых, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Что можно сказать по поводу вот этих инициатив, вот этой концепции, которая вчера была принята абсолютным большинством в нашей палате парламента Нижней с точки зрения марктизма и ленинизма? Ну, я думаю, так сказать, так сразу на этот вопрос трудно ответить. То есть, прямо так, чтобы взять, открыть какую-то книгу и прочитать про нашу пенсионную реформу у классиков, так не получится. Но, надо, когда мы говорим о марксизме, иметь в виду, что такое марксизм. Марксизм – это не просто какое-то идейное течение, а то идейное течение, которое выражает интересы рабочего класса, передового класса эпохи перехода от капитализма к коммунизму. И не просто выражает его интересы, но и является руководящей нитью в борьбе рабочего класса за уничтожение социального неравенства, за уничтожение эксплуатации и вообще за уничтожение всех классов и всякого классового отделения. Но, поскольку марксизм этим занимается, то, можно сказать, когда начался марксизм, из чего он начался? Он как раз начался с того, что Фридрих Энгельс начал изучать условия труда рабочих. Вот я хочу открыть книгу, которая называется «Положение рабочего класса в Англии». Она составляет первый том полного собрания сочинений Маркса Энгельса. Можно сказать, что это первое марксистское или глубоко марксистское произведение, в котором Энгельс, и к этому потом присоединился и Маркс, заняли позицию поддержки борьбы и оценки условий жизни и выражения интересов рабочего класса. Я хочу записать, что молодой Энгельс пишет по этому поводу к рабочему классу Великобритании. Я искал большего, чем одно абстрактное знание предмета и хотел видеть вас в ваших жилищах, наблюдать вашу повседневную жизнь, беседовать с вами о вашем положении и ваших нуждах, быть свидетелем вашей борьбы против социальной и политической власти ваших угнетателей. Так я и сделал. Я оставил общество из ванной обеды, портвейн и шампанской буржуазии и посвятил свои часы, досуга, почти исключительно общению с настоящими рабочими. Я рад этому и горжусь этим. Рад потому, что получил таким образом возможность, нам хотят помешать. Не получится. Мы продолжим и в условиях фронтовых. Вот видите, сразу прекратили гудение. Рад потому, что получил таким образом возможность плодотворно провести в изучении действительной жизни немало часов, которые иначе были бы потрачены на салонную болтовню и соблюдение докучливого этикета. Горжусь потому, что получил благодаря этому возможность воздать должное угнетенному и оклеветанному классу людей, которые при всех своих недостатках и всех невыгодах своего положения все же вызывают к себе уважение в каждом, кроме разве английского торгаша. Имея в то же время широкую возможность наблюдать вашего противника, буржуазию, я очень скоро убедился в том, что вы правы, вполне правы, если не ожидаете от нее никакой поддержки. Ее интересы диаметрально противоположны вашим, хотя она постоянно пытается доказать обратное и уверить в вас в самом сердечном сочувствии к вашей судьбе. Ее дела опровергают ее слова. Я собрал, надеюсь, более чем достаточные доказательства того, что буржуазия, чтобы она не утверждала на словах, в действительности не имеет иной цели, как обогащаться за счет вашего труда, пока может торговать его продуктом, чтобы затем обречь вас на голодную смерть, как только для нее исчезнет возможность извлекать прибыль из этой скрытой торговли человеком. Ну вот можно сказать, что эти слова – это оценка пенсионной реформы, которую нам предлагают. Остается только разобраться с некоторыми цифрами. Казалось бы, как подходить к пенсионной реформе? Сначала надо определить, что такое пенсионер. Вот что-то я не видел, чтобы товарищи, которые писали какие-то проекты или законопроекты, хоть подумали на эту тему. Кто такой вообще пенсионер? Пенсионер – это не тот человек, которого выпихнули на пенсию. Это тот человек, который находится в таком возрасте, когда значительная часть людей его возраста просто уже не может работать, она выработала жизненный ресурс. И значительная часть этих людей не доживает до этого возраста. Значит, в каком положении находится сейчас трудящаяся Россия без всякой реформы? 10% женщин умирает, не доживая до пенсии. И 20% мужчин тоже не доживает до пенсии. Казалось бы, это о чем говорится, что ни в коем случае нельзя сейчас увеличивать пенсионный возраст, потому что увеличение пенсионного возраста при сохранении того положения, которое есть, а оно именно и сохраняется, оно означает просто увеличение числа людей, которые не будут доживать на пенсии. И кощунством выглядят всякого рода разговоры, что зато сэкономленные деньги от тех, кто будет не получать их, от тех, кто умрет, можно использовать на прибавку. Так что вот если я умру, вам, Дмитрий, будет пенсия больше на тысячу рублей. Доберут миллиарды, а дадут тысячи. До сих пор считалось, что вообще каждое поколение, поскольку это пенсионная деятельность, это деятельность по обеспечению тех, кто всю жизнь работал, и теперь он передает эту эстафетную палочку новому поколению, новое поколение его содержит. Почему надо считать деньги пенсионеров и за счет пенсионных денег высчитывать, сколько кому платить? Следующее поколение должно развивать производство, оно должно иметь высокие темпы роста, оно должно иметь большие зарплаты, большие доходы, больше отчисления, а правительство должно, между прочим, заниматься своим делом, потому что правительство, между прочим, допускает у нас в России, что работодатели, у которых 30% не платятся за их своих заработников, то есть не идут пенсионные взносы, как ни в чем не бывало, предлагают какие-то реформы вместо того, чтобы попадать в отставку, потому что если вы не можете с 30% работодателей собрать взносы на пенсионные и другие, медицинские и другие отчисления, то вам нечего тут сидеть, вы не выполняете свою элементарную функцию. Теперь, казалось бы, если стоит вопрос в пенсионной реформе, так надо оглянуться вокруг. У нас какая страна? Капиталистическая. Но есть другие капиталистические страны, есть. Мы не говорим о социализме. Про социализм ясное дело, такую бы реформу ни за что не допустили. Значит, вот берем и смотрим, сколько отработали рабочих часов в Германии, во Франции и в России. Сколько сейчас? Вот за то время, когда работник находится на работе. Мы ведь как считаем день? День мы считаем рабочее время. У кого 8 часов, у кого 10. В последнее время вы знаете, что в России сплошь и рядом идет нарушение трудового законодательства. Никаких мер правительства к тем, кто нарушает трудовое законодательство, взирает молча на то, что у нас и 10-часовой, и 12-часовой рабочий день, и не выдерживается 120 часов сверхурочных в год, и не выдерживается в плане оплаты, что за первые полтора часа, за первые два часа в полтора раза надо больше платить сверхурочных, во вторые и далее платить уже в два раза больше. Идут работы в выходные дни. И это все не учитывается. То есть никакого контроля нет. То есть у нас картина такая, что у нас очень много работает. Значит, мы должны посчитать рабочие дни. Во-вторых, мы должны посчитать рабочий год. Это значит, надо вычесть время отпуска и посмотреть, сколько всего за год человек вырабатывает. Ну и как у нас в этом отношении? Улучшается дело, что у нас отпуск стал больше? Нет. У нас рабочий день стал меньше? Нет. А общее время рабочее? Вот рабочее время – это и есть время, которое посвящено производству. Раз оно посвящено производству, оно является главным мерилом. Ну, в общем, в марксизме, мы, наверное, все это знают, что главное методологическое правило марксистское – выводить все явления, исходя из первичности производства. Ну вот сколько в производстве? Несколько просто лет. Но можно сидеть в прекрасных условиях и сколько угодно работать. И, скажем, вузовские работники, числу которых я принадлежу, вовсе не рвутся, например, выходить на пенсию. Потому что они в состоянии осуществлять свою работу. Они набрали соответствующий потенциал знаний, и они могут и дальше продолжать этот потенциал знаний, передавать следующим поколениям. Нас, наоборот, так сказать, очень активно сокращают. Скажем, опять нам пытаются помешать, но я думаю, мы продолжим, будем говорить сильнее и громче. Нам пытаются помешать, но мы скажем, что, скажем, за последние три года уже половина вузов закрыла наше доблестное министерство образования и науки. То есть еще никакой реформы пенсионной не было. Людей отправляют куда? А куда хотите? Куда хотите? Идите, вы в вузе работать уже не можете. Работайте, где хотите? А куда пойдет человек? Все прекрасно знают, что человек 45, уже 50 лет, испытывает трудности при устройстве на работу. Что надо сначала сделать? Сначала подготовить что-то, а потом переносить, скажем, срок. Так вот, если мы посмотрим, сколько работает у нас часов во Франции, в Германии и в России, мы получаем следующие цифры. Обратите на это внимание. В Германии продолжительность в годах довольно-таки большая трудового времени. 43,9. Но это время включает в себя и время труда, и время отдыха. Почему мы время отдыха складываем со временем труда? Возьмите время труда. 75 тысяч 580 часов. Францию берем. У нее, если в годах мерить время труда и отдыха, это же общее время жизни. А вовсе это время, которое они проживают, будучи работниками. 41 год и две десятых. Это будет 72 701. Ну, вот теперь берем Россию. У нас 39 лет время труда и отдыха. А среди этих 39 лет время труда очень большое, а время отдыха маленькое. И поэтому у нас вырабатываются люди за гораздо более короткий срок. И, как вы понимаете, когда вот это соотношение неблагоприятное, больше труда и меньше отдыха, то тут имеет место кумулятивный процесс. Человек, вот если он вырабатывается за известными пределами, то там непрямая, непрямая пропорциональная зависимость в смысле затрат и в смысле вреда для здоровья. С учетом того, что 40% у нас вредные, особо вредные условия в России. Так вот, в России работают работники 76 тысяч и 88 часов. То есть, больше, чем во Франции, больше, чем в Германии. То есть, у нас работники работают больше, чем во Франции и в Германии за время своей трудовой жизни. И вот наше дорогое правительство сподобилось увеличить вдруг пенсионный возраст. То есть, у нас вырабатываются люди раньше, у нас меньше живут и начинают считать вместе с младенцами, хотя надо уж, если вы решаете вопрос о пенсионном возрасте, ну, считать время жизни или время дожития тех людей, которые дожили до 50 лет, как минимум. Потому что, если он до 50 лет не дожил, то у меня о какой пенсии говорить не приходится. Так вот, если реализуется та реформа, которая в первом чтении уже принята в Думе, это получится 84 тысячи часов. 84. Чтобы мы далеко оставили Германию с ее 75 тысячами, 587 часами, и Францию, в которой 79 701 часов. А нам вдруг прибавляют 84 тысячи рабочих часов. С чего? С чего, спрашивается? Что такое хорошее произошло? Дмитрий Анатольевич объяснил, что хорошее произошло. Да мы без Дмитрия Анатольевича знаем, что у нас заработная плата уже 3 года подряд реальная понижается. Условия труда обрушены с помощью введения с 2013 года так называемой системы специальной оценки условий труда. Мы знаем, что у нас технический прогресс с точки зрения улучшения условий труда не идет. У нас экономика не развивается. Все это на уровне того самого процента, который можно приписать. Поэтому и не случайно, ну, такую сделали, так сказать, довольно странную и даже смешную вещь. Взяли и Росстат подчинили Министерству экономического развития. Вот он теперь стал давать показатели, которые были нулевыми, стали уже положительными. Ну, не растет же экономика. У нас падает и падает и падает наша экономика. Касаемо, просто я хочу добавить, что касаемо того, чем это было мотивировано изначально, Дмитрий Анатольевич Медведев в первый же день своего нового назначения заявил с трибуны, когда президент его представил, что вот он новый премьер-министр, точнее, председатель правительства, как бы кабинета министров. Дмитрий Анатольевич поднялся на трибуну и в ответе на вопрос, что будем делать, были какие-то мысли, по-моему, один из депутатов от ЛДПР задал этот вопрос, что будем делать с заявленной реформой пенсионной. Дмитрий Анатольевич заявил, что есть видео в интернете в очень хорошем качестве, что вопрос этот будет ставиться обязательно, мы над этим думаем и отталкиваемся мы от того, сказал Дмитрий Анатольевич, что продолжительность жизни, вот сейчас я точно помню мужчины, составляет 73 года. Дальше ушло ребята, то есть это вызвало сразу же резонанс, опять-таки, в народе, потому что ну какие 73 года? А известна цифра, кстати, сколько сейчас живет мужчина, сколько женщина, объективно? Ну, мы в том ролике, с которым мы уже выступали, с товарищами Пучковым и Жуковым, о пенсионных реформах говорили, эти цифры совсем другие. Вот я хочу сказать о прогнозе, который уже известен, вот если это реализовать, то, что выдается за реформу, а на самом деле это катастрофическое, так сказать, ухудшение положения рабочих и превращение живых рабочих в мертвых. Значит, 40% мужчин будут не доживать до пенсии, и 20% женщин не будут доживать до пенсии. То есть в два раза больше, чем сейчас? В два раза больше, чем сейчас. Это вот на этом фоне, хотя это известно, на этом фоне нам рассказывают, что зато кому-то приплатят 1000 рублей в месяц. На этом фоне. Но мы сейчас с вами поставили, как вы поставили передо мной вопрос, ну а марксизм тут при чем? Марксизм же изучает условия труда рабочих. Вот Энгельс поехал три года, он жил вместе с рабочими в Англию, чтобы описать их условия труда. И в описании условия труда важнейшим элементом этих условий является рабочее время, продолжительность его в часах. И вы знаете, наверное, что если взять историю рабочего движения, историю борьбы рабочего класса за свои интересы, то эта борьба была за сокращение рабочего времени. Прежде всего за сокращение рабочего дня. У нас до 1897 года в России не было законодательно установлено рабочего дня. Почти как сейчас. Оно сейчас есть, но не применяется, не используется. И у нас было по 14-16 часов работы. И мы это наблюдаем и сейчас. Особенно как используются гастарбайтеры. Но рабочие в конце 19 века заставили правительство установить какую-то норму. Да, тогда Морозовская стачка была очень мощная. И после этого впервые царская Россия установила 11,5 часов. Второй этап – это революция буржуазная. Буржуазная революция, которую вроде бы осуществлять должна буржуазия и задача решать. Буржуазия, она свою задачу не стала решать. Она ни землю не отняла у помещиков. И она не сократила рабочее время, чтобы рабочие могли работать и более квалифицированную работу выполнять. Потому что не отдохнувший рабочий не может двигать технический прогресс. Ну и кто сделал 8-часовой рабочий день? Рабочий класс. То есть улучшение положения рабочего класса оказалось делом рук самого рабочего класса. Он явочным порядком после февральской революции стал устанавливать 8-часовой улучшение. Вот закончили, 8 часов поработали, пошли домой. Вот и весь сказ. А большевики, когда пришли к власти в 1917 году, уже в октябре, они не устанавливали, они просто закрепили то, что было сделано явочным днём. Точно так же, как вот то, чего ждали крестьяне. Крестьяне ждали, чтобы земля была отобрана у помещиков и разделена по едокам. Это не большевистская программа, это общее требование крестьянства, мелкобуржуазии. Оно было реализовано, поскольку действительно пришло советское правительство, правительство трудящихся. И требование установить законодательно путём 8-часовой рабочий день тоже было реализовано. Но это оно было сначала на практике реализовано рабочим классом, а потом, если пришло правительство, соответствующее Совет народных комиссаров, которое осуществляло власть рабочего класса, то, естественно, интересы рабочего класса были осуществлены, и состоялся переход к 8-часовому рабочему дню. В советское время, как вы знаете, в 1927 году сокращалось рабочее время на 1 час. Час. Переход к 7-часовому рабочему дню. Но у нас были помехи в основном к внешнему порядку. Перед войной. Да, перед войной. Потом восстановление после войны. И народ очень надорвался. То есть, перед войной подняли опять до 8, а после войны? Ну вот после войны так у нас движения в этом направлении не было. У нас продолжалась какая практика? Значит, повышалась производительность труда достаточно быстро. И, значит, это же самое количество продуктов можно сделать за меньшее время. Значит, можно просто часть рабочих увольнять, и они пускай становятся интеллигентами. То есть, у нас вместо того, чтобы сокращать рабочий день, получалось так, уже в советское время, можно сказать, что в послесталинское время, развитие шло по такой линии. Значит, повышается производительность труда, меньше рабочих, еще меньше рабочих, еще меньше рабочих, и все больше и больше людей им станут труда. А сокращение рабочего времени ни тем, ни другим не производилось. Хотя, вот говорят, вот сейчас роботизация может быть, да хоть что бы ни было. Значит, если у вас роботизация приведет к сокращению времени на производство продуктов, ну на это время сократите рабочие деньги. Если еще более высокая производительность труда, и на это время сократите. Вообще не надо сокращать число рабочих и крестьян, или просто сейчас крестьян уже нет, сейчас просто работники сельского хозяйства, рабочие, занимающиеся сельскохозяйственным трудом, сейчас нужно просто сокращать рабочее время работающим. Какое рабочее время? А. Ежедневное. Б. Годовое, то есть увеличить отпуска. Или у нас отпуска здорово растут? Совсем не растут. Наоборот, людям приходится выходить, делят на какие-то кусочки, но пытаются как-то отдохнуть. Я вот отношусь к числу счастливщиков, у которых удлиненный отпуск, у нас его еще не отняли. Вот мы выходим в отпуск в начале июля, и приходим в конце августа на работу. Да, это каникла, по сути, такие, вместе со студентами. Да, вместе со студентами. Я думаю, что вот половина проходит времени, вот у меня, например, половина проходит в том, что я вот должен как-то прийти в себя после годовой работы. И потом ты начинаешь думать о каком-то новом развитии, о новых перспективах, готовиться снова к учебному году и так далее. Чтобы перейти в новый предел. Людям-то дают, да, две недели, или, так сказать, потом в другое время еще две недели зимой, или в неудобное время и так далее. То есть об этом-то надо подумать. О том, чтобы, хотя вот товарищи докеры в свое время подумали, у них было 55 часов. Они это включили в коллективный договор. Потом, к сожалению, они взяли и сменяли это на увеличение зарплаты. Хотя сколько я не пытался их отгавривать от этого дела, они не поддались. Они сменяли, тут же повысились цены, зарплату их съели, а отпуск уже не вернешь. Ну, то есть благодаря их активным действиям у них хотя бы был выбор. Был, был. У них был. Их не просто выбор, у них уже было. У них было время. Люди уходили, у которых работа очень тяжелая, и у которых идут на инвалидность профессиональную. А тут они отдохнули как следует. Они могут продолжать работать без вреда для здоровья. Ну, вот по этой линии движения никакого не идет. Поэтому, если бы у нас, скажем, правительство, или, так сказать, класс, который стоит у власти, у власти стоит буржуазия, у власти стоит капиталистический класс, если бы он хотел сделать так, чтобы это не ухудшило положение трудящихся, он бы сначала сделал вот это. Сократил бы рабочий день, увеличил бы число отпусков, улучшил бы условия труда, повысил бы зарплату. Но это предполагает, что надо заниматься экономикой. А экономикой не может заниматься. У нас, скажем, Центробанк блокирует вообще обеспечение финансами нашего промышленного производства. Ключевую ставку держат на уровне 7,25. А поскольку у нас двойная, так сказать, система банковская, значит, есть Центробанк и есть коммерческие банки, смысл которых только в том, чтобы получить по ключевой ставке деньги, а потом наварить свои, добавить 7% и получить. По ставке 14 никто из нормально работающих капиталистов даже не может такие вещи, такие суды, кредиты такие брать. Поэтому наш финансовый блок, как неоднократно подчеркивал советник президента товарища Академии Глазьев, работает в интересах иностранных государств. И надо сказать, что и эта реформа тоже в интересах иностранных государств, поскольку она ослабляет вообще Россию, ослабляет главную производительную силу, подрывает главную производительную силу. Она, но она, если уж говорить, как учит диалектика, что надо видеть и положительную сторону, не только отрицательную. Грустную положительную сторону, но я могу положительную сторону тоже изложить. А давайте сначала остановимся на негативной стороне. А негативная сторона состоит в том, что люди будут вымирать у нас, вымирать раньше времени. Нет, всё-таки хотелось бы разобраться, как это так получается в интересах иностранного государства, сказали, в первую очередь. Как еще слабеет Россия, один конкурент слабеет, это всегда выгодно. Так это что получается? Демократия работает в интересах иностранного государства, 328 человек проголосовало за Госдуму, это как понимать? Это надо понимать, какое у нас государство, я вот к этому и перехожу. Раз у нас вы так поставили вопрос о марксизме, что такое вообще государство? Как вообще, что говорится по этому поводу марксистами? Как надо понимать? Поэтому надо говорить сейчас не о Думе, не о правительстве, не о президенте, а надо говорить о государстве. Какое у нас государство? У нас государство буржуазное. Буржуазное. А что такое буржуазное? Какое у нас буржуазное государство? Оно ограничено чем-нибудь? Вот буржуазия, которая создала свое государство, она ограничена в принятии законов чем-нибудь или нет? Я думаю, нет. Нет. А вот как называется власть, неограниченная никакими законами? А я знаю. Я знаю. Диктатура. Диктатура, да. Диктатура – это власть, неограниченная никакими законами. Вот что писал Ленин в известной работе «Мелкобружазная позиция в вопросе о разрухе». В вопросе о государстве отличать в первую голову, какому классу государство служит, какого класса интереса оно проводит. Ну, если вы говорите, что оно буржуазное, ну так оно в интересах буржуазии действует. Получается, да. Ну а что тогда, почему вы недовольны? Почему в полном соответствии с понятием о государстве. В статье «Градящая катастрофа и как с ней бороться» Ленин ставит вопрос, а что такое государство? И отвечает, и это организация господствующего класса. Господствующий класс осуществляет свои интересы. Ему не хочется раскошеливаться на пенсию, ему не хочется экономику поднимать. Он не умеет это делать. Наша буржуазия не занимается экономикой, она набивает себе карманы. У неё принцип приоритета личных интересов. Она не решает даже общий классовый интерес. У неё нет подчинения интересов каких-то индивидуальных интересам классовым. Поэтому, ну что мы хотим от этой самой буржуазии? В государстве революции, Ленин почёрвал, по Марксу государство есть орган классового господства. Ну господство, у нас есть господствующий класс, он свои интересы осуществляет. Почему-то люди удивляются. Почему он не осуществляет интересы противоположного класса? Всё это удивительно. Ну это диктатура же буржуазии. Диктатура буржуазии, это власть не ограничена никакими законами. Она свои интересы осуществляет. Могу вам подтвердить. Вот только что я говорил о том, что вот у нас падение реальной заработной платы. В 2013 году была одна реальная зарплата, а в 2016 году, через три года, она стала 92,5% от уровня 2013 года. А реальные доходы граждан, куда включаются пенсии, пособия, всякого рода стипендии, 90,5% от уровня 2013 года. Это с учётом инфляции? Посредством инфляции. Конечно. Посредством. Реальные, конечно. Не будет с учётом, а посредством. Инфляция же инструмент, который придумал Джон Мейнер Кейнс, идеолог буржуазии современной, который сказал, ну что вы там боретесь внутри завода со своими рабочими, не надо их будоражить. Просто как бы стихийное бедствие идёт, снижается, снижается, снижается уровень. А потому что цены растут, а цены когда-нибудь растут? По-моему, их повышают. Их повышают. Цены никогда не растут. Их повышают, повышают сознательно. Более того, мы просто можем сказать, кто это делает. Вот почитайте мадам Набиулину, которую я предложил её так же с ней поступить, как в своё время поступили с Джао Цзияном. Его в такой, не сказать арестовали, а просто посадили в дворец. В дворец хороший в Пекине. Она там 15 лет бы просидела и подумала на эту тему. Потому что она закладывает 4% инфляции. Но если идёт производительность труда, значит, она растёт. И она положительная у нас производительность. Да она везде, во всех странах растёт. Вообще это ещё люди, когда говорят о каких-то там робототехнике, о цифровой экономике. И о прочих таких, о нововведениях, о научно-техническом прогрессе, о развороте гигантском и так далее. Но у вас, если производительность труда растёт, как же у вас получается, что у вас затраты растут. Затраты-то при этом понижаются, труда. А раз затраты труда понижаются, значит, надо цены-то понижать. Но если нужно деньги забрать, то, конечно, если я хочу у вас деньги забрать, а у меня товары, значит, я повышу цену на товары и деньги у вас заберу. Поэтому закладывается 4% инфляции и каждый год закладывается нашим Центробанком. Это что значит? Поскольку если вы график своей зарплаты будете рисовать, он будет вот такой, понижающийся. Но поскольку это треугольник, то это будет площадь не прямоугольника, а треугольника. То есть надо вы поделить 2% вашего дохода годового изъято. И изъято планомерно с помощью вот этого самого инструмента. Этот инструмент называется инфляция. Это инструмент не стихийное бедствие, это деятельность государства. Какого государства? Которое является государством диктатуры Ржазии. Вчера министр Топилин заявил, что главным положительным эффектом грядущей реформы будет, кроме того, что повышается на 12 тысяч в год пенсия каждого пенсионера, то, что это повышение будет преодолевать вот ту самую инфляцию, которую сам регулятор, так называемый, наш и назначил. Да, это для тех, кто останется. Пусть он расскажет это тем, кто будет хоронить своих родителей. Пусть он расскажет этим людям. Они вообще не могут смотреть сейчас нормально в глаза людям, потому что люди-то не такие дураки. Я думаю, тут никакой марксизм не нужен, чтобы понять, что если раньше 10% женщин и 20% мужчин не доживали до пенсии, а теперь будет 20% женщин и 40% мужчин, то эти люди должны готовиться к похоронам, а вы им рассказываете, что зато будет тем, кто останется в живых, будет на 12 тысяч больше в год. Счастья. Нормальные люди, которые засмотрят на этих людей, как на людей безнравственности или глупых, или таких людей, которые думают только о себе. Я хочу сказать, что это позволяет получить. Что это позволяет получить, я могу вам уже сказать. У нас же все цифры есть, они все доступны. У нас за тот же период, там с 13-го, посмотрим, как жил класс буржуазии. За этот же период у нас количество долларовых, нет, не за этот период, только за один год, 16-й год. За 16-й год количество долларовых миллионеров увеличилось на 10% России, а количество долларовых миллиардеров увеличилось на 11%. Всем понятно, что если производство не растет, то есть есть один пирог. Если с одной стороны этого пирога отрезаются все более жирные куски, то вот на это громадное большинство трудящихся остается меньше. А раз остается меньше, ну какая там пенсия? Значит, надо пенсию взять, на пенсию тем, кому будут платить пенсионеров. А как сделать так, чтобы и повысить в то же время? Ну, пусть поумирают эти пенсионеры. Вот часть можно будет туда и использовать. Ну, всем известен полковник Захарченко. Он известен потому, что это он действовал именно тогда, когда нам Дмитрий Анатольевич рассказывал, что денег нет. Ну, а как нет денег? Вот откуда-то 9 миллиардов наличными. 9 миллиардов рублей. Причем это на разных квартирах, в разных местах, еще разные автомобили, еще плюс к этому всему. Разные виды собственности, в том числе и золото и так далее. Ну, у нас, если десятки миллиардов могут проскакивать у нас, в наше государственное сито, то государство своей функции, даже как буржуазное государство, не выполняет. То есть, Медведев плохой, премьер, не по меркам социалистического государства. По меркам социалистического государства его давно бы расстреляли, а он плохой по меркам буржуазного государства. Его также надо, так сказать, отправить туда же, куда отправили гражданина Улюкаева. Потому что они там одной нитью связаны, одно дело делали. И Улюкаевщина продолжается, как ни в чем не бывало. Дескать, его, потому что наказывают не за разрушение экономики России, а всего лишь за взяток. Действительно, что человек взял в какие-то там 2 миллиарда долларов, и всё. Или сколько он взял, или 2 миллиона, я уж не помню. Не помню. Сейчас уже в жизни миллионы как-то не считаются. Но это вершина избрана. Ну, вот вернёмся к тому, как мы должны на это смотреть. То есть, вот сейчас люди убеждаются в том, что право было Ленин, когда говорил, что государство, милые люди, есть понятие классовое, государство есть орган или машина насилия одного класса на другим. Это было написано в статье «Удержит ли большевики государственную власть». Но вы убедились, вы протестовали, вы высказывались. Вопросы были по вопросам, по одним 80% против этой реформы, по другим 92%. Плевать класса буржуазии господствующему. Плевать на это дело, потому что это машина насилия одного класса на другим. Что такое Дума? Это превращение в закон этих всех предположений, предпосылок и намёток. А что такое закон? А закон – это такая норма, за которую полагается применение мер государственного принуждения, если вы будете это нарушать. Вот это и есть. Вот сейчас мы присутствуем при том, как совершается насилие российской буржуазии над российскими трудящимися государственными. Мы сейчас видим машину государственного принуждения в действии. Мы сейчас диктатуру буржуазии осваиваем не по выдержкам, которые я вот тут зачитываю Ленина. Они, конечно, подтверждаются. Но мы просто видим это в жизни. В докладе на Втором Всероссийском съезде профессиональных союзов 20 января 2019 года Ленин подчёркивает ещё категоричнее. Вопрос стоит так и только так. Либо диктатура буржуазии, прикрытая учредилками, всякого рода голосованиями. Вот у нас голосование прошло, вы засчитали, да? Да. Ну, хорошо. Демократии и тому подобным буржуазным обманом, которым ослепляет дураков и которым могут теперь козырять и щеголять только люди насквозь и по всей линии, ставшие ренегатами марксизма и ренегатами социализма. Либо диктатура пролетариата. Другого нет. То есть вы не имеете диктатуру пролетариата, получите диктатуру буржуазии. Серединки тут не найдёшь. Поэтому вполне логично подготовленное Лениным программе РКПБ было однозначно записано в противоположность буржуазной демократии, скрывавшей классовый характер её государства. Советская власть открыто признаёт неизбежность классового характера всякого государства, пока совершенно не исчезло деление общества на классы. И вместе с ним всякая государственная власть. Не удержали трудящееся государство диктатуру пролетариата. Не удержали. За этим должны были последовать неисчислимые бедствия. Эти бедствия сыпятся одно за другим. И экономика порушена. И Советский Союз уничтожили всё это, на кусочки, на мелкие государства разбилось. И культура хуже, и образование хуже развивается. И наука. И отняли у Академии наук все институты. Дескать, вы будете клубом учёных собирать и разговаривать между собой. Поэтому вот такая вещь была записана. В брошюре «Письмо к рабочим и крестьянам по поводу победы над Колчаком» Ленин подчёркивает классовый характер государства так. Либо диктатура, то есть железная власть пометчиков и капиталистов, либо диктатура рабочего класса. Середины нет. Это очень актуально сейчас. Некоторые у нас думают, что государство одумается, правительство одумается, президент, значит, что-то скажет, что-то подпишет, не подпишет, и забывает, что речь идёт о диктатуре буржуазии. А буржуазные интересы, они объективны. Объективно, что выгодно буржуазии? Ну, если она не развивает экономику, у неё остаётся единственный способ отобрать ещё у трудящихся то, что у них есть. Вот она отбирает. С помощью этой самой реформы. Вот пишет Ленин. Либо диктатура, то есть железная власть пометчиков и капиталистов, либо диктатура рабочего класса. Середины нет. О середине мечтают попросту. Борчата, интеллигентики, господчики, плохо учившиеся по плохим книжкам. Нигде в мире середины нет и быть не может. Либо диктатура буржуазии, прикрытая пышными эсеровскими меньшевистскими фразами о народовласти, учредилке, свободах и прочее. Либо диктатура пролетариата. Кто не научился этому из истории всего XIX века, тот безнадёжный идиот. Вот устарело уже это положение. В чём устарело? Что не только середина XIX, а ещё надо добавить XX и XXI век. И всё до сих пор думает, что голосование, всякого рода там Дума, Совет Федерации и так далее. Та же самая Матевиенко, например, продала наш свистередский бывший оружейный инструментальный завод. Участвовал в этом. И это зафиксировано было на телевидении американцу. И все попытки нас узнать, рабочий хлебозавода и представитель правкома, товарищ французов Николай Павлович, пытался всё время, кому только не писал. Ей писал, всё время отсылали, пересылали. Никто не знает, за какую сумму. И всё, и нету этого свистередского завода СИЗ, свистередского инструментального завода. Нету, он продан американцам. А тут она изображает, что они борются с американцами. Они борются с собственной промышленностью. Борются сейчас со своими трудящимися. Борются с рабочим классом. Не только с рабочим классом. Сейчас люди, которые отнюдь не находятся на рабочих местах, на местах, где есть вредное производство, все беспокоены. Потому что они тоже, они рассчитывали, что они выйдут на пенсию, ещё будут с внуками, с большой семьёй. Большая семья, это не только родители, но и бабушки, дедушки будут жить, и будут передавать накопленные свои знания и умения и так далее детям. А уже некогда. Ходите по больницам, по поликлиникам и собирайтесь. Последний путь. Вот что я им предлагаю. Поэтому какой вывод должны сделать товарищи рабочие, трудящиеся из этой ситуации? Вывод такой, что если кто-то раньше сомневался, что никаких оснований нет, что будет улучшение при капитализме. Все эти разговоры, что вот и заживём. Ну, кто-то и зажил. То есть какое-то ничтожное меньшинство и зажило, в том смысле, что оно получает несметные богатства за счёт других, за счёт тяжелейшего труда других, но оно при этом не удерживается даже в том отношении, чтобы не улучшать. Оно решило ещё и ухудшить положение, и ухудшать систематически. По крайней мере, с 2013 года идёт только ухудшение положения. Берём мы медиков. Увольняют врачей. 20 тысяч врачей уволили в рамках медицинской реформы. Тоже её проглотили просто так. А что это за реформа была? Я сказать, закрыть все эти мелкие разные медицинские учреждения. И теперь, если человек живёт не в крупном городе, а в каком-нибудь селе, 80 тысяч километров надо проехать, прежде чем вы доберётесь до первого врача. А это что значит? Ну, это почти верная смерть. Ну, вы можете себе представить, а зимой, а в распутницу, весной или осенью. Ну, это же вот реформа. А это по-тихому говорили. Более того, а как со средствами? 7% сэкономили. На 7% снижены затраты на медицину. А потом нам медицина нужна или здравоохранение? Вот с точки зрения марксизма, если так, как вы поставили вопрос, вообще-то надо укреплять здоровье людей. Укреплять здоровье, они меньше будут болеть. А меньше будут болеть, меньше будут ходить к врачам. И меньше будет ими заниматься медицина. Нет, у нас здравоохранение, как бы, вопрос не ставится. У нас дома отдыха недоступны стали трудящимся. Санатории. Вот мы, коллега, заслуженные деятели науки, почётный профессор университета, доктор философских наук, Марахов Владимир Григорьевич. Каждый, он сердечник, ему уже под 90. Он каждый год ездил в санаторий Белые ночи, бесплатно. В этот раз сказали, так, первые две недели, всего две недели, первая неделя бесплатно, вторая, давай, 50 тысяч рублей. Ну, как он? Он как-то, наверное, с помощью родственников, с помощью знакомых как-то собирает эти 50 тысяч и поехал. Но это как, или найдёшь 50 тысяч, или умирай. То есть какое положение ставят людей? То есть платное, всё платное, всё платное и так далее. В той же Москве, если вы помните, был большой скандал, взяли и уволили 5 тысяч врачей квалифицированных. Это что такое? Но они никуда не пропали, конечно. Им, во-первых, после этого большого шума, чтобы они замолчали, дали по 500 тысяч каждому. И они, наверное, пошли и устроились в платные клиники. И вот они теперь рекламируют, что дети, у нас недорого, дешевле, чем у соседей. А в итоге люди понимают, что с них всё больше и больше денег собирают. И дальше вдруг наше министерство медицинское здравоохранение сообщает о том, что мы теперь сокращаем число коек тоже на 20 тысяч. Коек больничных. Это что значит? Вам надо в больницу? А нету коек? Нету. Сократили на 20 тысяч. А вы попали в эти 20 тысяч. Если не попали, вам повезло. Ну и что с этим спорить? Спорьте. А у нас какая диктатура? Чья? В Уржанзии. Как вы с ним будете? Принято решение. Принято. Ни с кем не спорили. Ни о чём не говорили. С профсоюзами вообще не посчитались. Но профсоюзы против. По поводу этого системы специальной оценки условий труда тоже с профсоюзами не посчитались. То есть профсоюзы, наоборот, их привязали к партиям власти. Вот Исаев. Самый активный деятель. Я этого деятеля хорошо знаю, потому что он продвигал так называемый проект 8, трудовой кодекс, в 2001 году. И против проекта фонда рабочей академии, который второе место получил. Вот которым разрабатывал товарищ Федотов, начальник консалтинга правового отдела правкома Докера в Санкт-Петербурге. Я в этом участвовал. И после этого участвовал Российский комитет рабочих. И все боевые профсоюзы поддерживали проект фонда рабочей академии. Кто был против? Исаев. Исаев противник рабочего класса. Он противник трудящихся. Он сделал или старался сделать, ухудшить положение работников при изменении трудового кодекса. Он сидит на двух креслах. Он заместитель руководителя фракции «Единой России». И он же заместитель руководителя профсоюзов НПР, руководителя Шмакова. То есть, он приводной ремень от партии к массовым профсоюзам. Значит, вот как эти профсоюзы, которые находятся под командой этого самого Шмакова, как они могут выступать? Это самый большой профсоюз. То есть, профсоюз, голова которого начинена буржазными идеями полностью. И не только начинена, он действует по команде. То этой самой правящей партией проводит эту реформу. Надо отдать должное другой партии, партии «Справедливая Россия», которой у нас могло бы много быть претензий к этой партии. Но не до такой же степени. Скажем, прекрасное было выступление депутата Шейна, который в свое время был председателем партии «Труда», который сейчас входит в профсоюз «Защита труда», который занял все-таки позицию, по крайней мере, разъяснение трудящимся, что их обманывают. Ничего не считают, ничего не улучшают. Но тот же Шейн, находится он в Думе, вот он депутат, и он тонет среди представителей буржуазии. Но если они имеют две трети голосов, значит, они могут принять любой закон. Какое имеет значение, как они будут обсуждать, что кто будет говорить, говорите, что хотите. Вот, наверное, гражданин Железняк, который, наверное, не хотел голосовать, но он, так сказать, наверное, понимает, что его бы раз, и выкинули бы его. Железняк выдержался вчера, уже в итоге. Нет, он не пришел на заседание. Ну, имейте в виду, что он не проголосовал. Он не пришел. А, понятно. Не пришел, у него есть справка, он бы заболел. Ясно. А раз заболел, он ничего против не голосовал. А те, кто против, своих же будут товарищи. Одна поклонская. Наверное, ей Бог не позволяет так делать. Она говорит, что это с ума сошли? Побойтесь Бога. С ней проведут только беседу, там уже написали. Наверное, проведут, да. Ну, она думает, Бог-то такой не одобрит такую реформу. Я вот атеист, но вот поклонская, она верующая, она говорит, и Бог такой не одобрит. Ну, Бог-то у них разный. Понимаете, кто? Какой Бог у буржуазии? Золотой телец. Это известно. Вот поэтому эта диктатура буржуазии и есть поклонение этому самому Богу. Вопрос тогда вытекает. Мы поговорили про то, что делают наши власти, диктатура буржуазии, и это всё слушать очень неприятно и печально. Какова реакция населения? Вот сейчас наши средства массовой информации упорно говорят обо всём, о чём угодно. Сейчас прошёл Мундиаль. Причём они его так и называют, именно слово «чемпионат» зачем-то выкинуто в сорную корзину истории. Всё, всё, что угодно. И какие-то, и дикобраз Тверской области. Вот я включил тут «Россия-24», я редко смотрю телевизор, но здесь пришлось. Буквально три дня посвятил, так сказать, российскому телевидению. Пролистал все каналы и полная тишина вообще. То есть, про пенсионную реформу говорят исключительно в комплементарном ключе. То есть, что вот Исаев вчера выступал, как он защищал эту реформу, какие плюсы. Вот ещё чуть-чуть и прямо в рай. Ну так это вы, Дмитрий, продолжаете доказывать, что у нас диктатура пружается. Да, я не спорю. Так вот, дело в том, что на фоне всего вот этого комплимента в сторону этой реформы, до прямых передёргиваний и так далее. Кстати, идут социальные рекламы по той же «России-24», где показаны такие актёры пенсионного возраста, которые говорят, что мы хотим работать. То есть, передачи какие-то снимаются. Уже спецкоры направлены на определённые предприятия, на определённое хозяйство, где рассказывают определённые дедушки, бабушки, что у меня ещё столько сил, я ещё, ух, я бы ещё поработал. То есть, так косвенно людям капают на мозг, что вот, ну, все рады. И Михаил Васильевич, наверное, рад. И вы бы спросили у человека от станка, рад ли он. Ну, это ладно. То есть, дело в том, что на фоне вот всего этого информационного шума, это лжи информационная, то есть, полная тишина про то, что люди во всех буквально, ну, не во всех, но в массе городов России выходят на массовые митинги. Ну, выходят же. Вот какова реакция населения? Как вы видите, работу профсоюзов, КПРФ там взялось в это дело? И вообще, как народ самоорганизовывается? И есть ли у них шанс? Значит, давайте, поскольку мы уж смотрим это через призму классового характера государства, через призму марксистскую, то если мы понимаем, что у нас диктатура буржуазии, значит, задача средств массовой информации, которые создала буржуазия, проводить свои интересы или интересы противоположного класса? Свои, конечно. Ну, да, на свои проводят. Поэтому ничего тут ненормального в этом нет. Значит, что остаётся у противоположного класса? У рабочего класса и трудящихся, которые во главе с рабочим классом пытаются отстаивать свои интересы. У них есть свои средства массовой информации. Телевидение я не знаю. Нет у него телевидения. Значит, ну и есть всякого рода сайты в интернете. На этих сайтах в интернете масса хороших выступлений. Достаточно брать о пенсионной реформе. Вы увидите, например, замечательное выступление доктора экономических наук, профессора Золотова Александра Владимировича из Нижнего Новгорода, который выступал в политкафе по приглашению партии «Великая Россия». И там все данные привёл, все цифры назвал, которые необходимы. Он единственный из таких серьёзных экономистов, который, так сказать, всё на фактах, проблематику раскрыл на конкретных цифрах и с подсчётом рабочего времени и условий. Всё, понятно, растолкал. Во втором своём выступлении, там, где он выступает не на «Стрелке» в «Волге», а у Кремля Нижегородского, он там рассказывает о том, что то, что мы имеем на сегодняшний день, это попытка оборвать жизнь значительного числа наших работников, поэтому тут народ должен сам подниматься на борьбу и не ждать и не надеяться, что буржуазия выкинет свои интересы и займётся его интересами. Вот он эту же мысль, о которой мы говорим, проводит. Теперь я хочу вам, значит, есть у нас, кроме сайтов, есть некоторые средства массовой информации. Например, вот есть три газеты, которые я могу назвать. Одна большая, которая была создана в 1991 году, «Народная правда». В своё время она была газетой и компартией РСВСР и Ленинградского кома, потом стала газетой трудового коллектива, выходила тиражом 200 тысяч тираж. Ну, сейчас, как вы сами понимаете, трудящимся издавать часто. Газету трудно, тем не менее, газета выходит. Газета, зарегистрированная Министерством печати и информации. Вот этот номер с тиражом 30 тысяч. Он рассылается и уже разошёлся по России. Здесь есть заявление Центрального комитета Рабочей партии России бороться за продление здоровой жизни работников. Центральный комитет Рабочей партии России, проанализировав выступление Д.А. Медведева в Государственной Думе, проталкивающего повышение пенсионного возраста в России, и заявляет следующее. Российские работники, ещё не организовавшиеся в партию рабочего класса, и потому они достаточно активные в профсоюзной борьбе за свои права и интересы. Вот вам и ответ на вопрос. Вот оценка, так сказать. Ну, недостаточно активные работники. А кто будет бороться за рабочий класс? Не будет буржуазий, если за него бороться. Пока уступают давлению работодателей, удлиняющих продолжительность рабочего дня и рабочей недели. Пользуясь слабостью рабочего профсоюзного движения, работодатели намерены удлинить трудовой стаж, дающий право на получение пенсии. В результате растущей трудовой нагрузки. У российских работников заработок в расчёте на час труда падает, ухудшается их здоровье. Поэтому в России у мужчин в возрасте 50 лет предстоящая продолжительность здоровой жизни составляет 14 лет. Вот вы хотели, кстати, данные. А у женщин 16 лет. Что на 10-15 лет меньше, чем в развитых европейских странах. Ну, понятно, что реформа приведёт, так сказать, к тому, что этот период жизни упадёт. При таких условиях повышение пенсионного возраста станет убийственным для миллионов российских работников, превратит большинство доживших до пенсии в инвалидов. Для укрепления здоровья работников и увеличения продолжительности здоровой жизни, выходящих на пенсию, необходимо сократить рабочий день сначала до 7, а потом до 6 часов, без понижения заработной платы. Поэтому первостепенной задачей профсоюзу должна стать организация забастовок в форме уменьшения времени труда на 1-2 часа в день. Рабочая партия России поддерживает призыв Конфедерации труда России к борьбе за защиту пенсионных прав работников и направляет в штаб по проведению общероссийской кампании по защиту этих прав, члена Центральной контрольной комиссии Рабочей партии России, представителя Российского комитета рабочих по Москве и Московской области Василия Ивановича Шишкарёва. Активными солидарными действиями работники России добьются сокращения рабочего дня без понижения заработной платы и тем самым обеспечат укрепление своего здоровья, увеличение продолжительности здоровой жизни после выхода на пенсии. Подписали сопредседатели рабочей комиссии Центрального комитета рабочей партии России, в том числе рабочие Горохов, Кальвит, Французов, Шилов, Сенков. Это вот позиция рабочего класса российских работников и вопрос на самом деле стоит очень простым и ясным образом. Рабочий класс должен сам бороться за свои интересы. Посмотрите, как буржуазия борется за свои интересы. Хорошо борется? Отлично. Отлично. Учитесь в буржуазии, боритесь за свои интересы. Какие есть средства борьбы? Значит, можно сказать, что эта борьба ведь ведется столетиями. Поэтому это не то, что вот нынешний рабочий класс должен начать всё сначала. И итогом этой борьбы является в том числе и нынешний трудовой кодекс. И нынешняя Конституция. В Конституции 37-я статья гласит о том, что у нас есть право на забастовку у трудящихся. Что такое право на забастовку? Вот пока ещё наши, скажем, если вы возьмёте ту же Францию, Германию, Испанию, с пловшей рядом Грецию, с пловшей рядом идутся забастовки. С США. И в Соединённых Штатах Америки поменьше. А в Соединённых Штатах Америки, как ещё Ленин показал в книге «Империализм» как высшая стадия капитализма, они подкармливают свой рабочий класс. Подкармливают. Поэтому если есть страны, которые грабят весь мир, то они могут бросить некоторое дополнительное количество средств, которые они забирают у трудящихся других стран, для того, чтобы у них как бы в метрополии всё было тихо и более-менее спокойно. Но им ещё и пенсионный возраст не поднималось. А что касается наших трудящихся, они пока думают, что есть какое-то другое средство. Значит, вся практика бесед, переговоров с работодателем, которые имеются у профсоюзников, и в том числе я могу сказать, как специалист, как профессор по кафедре экономики и права, и как консультант правкома докеров за первый контейнерный терминал, сколько я не участвовал на переговорах, я могу сказать, что никогда, никакими аргументами и никакими замечательными речами и никакими заключениями экономистов, в том числе отитулованных, вы не убедите бургазию из кармана достать те миллионы, которые уже предназначены для покупки островов или для покупки квартир и домов, или для покупки машин, а вы хотите их, так сказать, перевести в раздел заработная плата. Поэтому переговоры, а они предполагаются Трудовым кодексом, нужно эту вот статью о переговорах широко использовать. Значит, вы можете собрать конференцию, но желательно для этого, чтобы это делал профсоюз, но и без профсоюза можно собрать конференцию, выдвинуть требования и пойти на переговоры. Если это требование, провести переговоры по таким-то требованиям, то другая сторона, работодатель не имеет права по закону, по закону буржуазного российского государства отказаться от переговоров. Более того, работодатели обязаны освободить от работы тех, кто участвует в переговорах, с оплатой посредними на срок до трех месяцев. То есть, вот вас освободят, если вы работаете, будете получать по среднему, ходите по бригадам, организовывайтесь, договаривайтесь, обсуждайте, рассказывайте, как идут переговоры. Заранее могу сказать, в чем польза этих переговоров. Во-первых, вы ничего не добьетесь на этих переговорах, но вы, когда будете рассказывать, как идут переговоры, вы, наконец, объясните простому рабочему, простому трудящемуся, что ни на какие уступки, по которой, вот, так сказать, пытаетесь вы доказать или обосновать какими-то аргументами, на это буржуазия не пойдет. Более того, она обязана, согласно закону, во время переговоров предоставлять всю необходимую, несекретную информацию. Ни за что вам не расскажут, какие бешеные прибыли получают наши капиталисты, они будут рассказывать, как им тяжело. И никакие заявления, так сказать, и включение в протокол пункта о том, что вот отказалась предоставлять администрации, не подействует. Всегда это кончается тем, что, дескать, это военная тайна. Не скажем мы все. Что, какие меры? Никаких. Нарушение Трудового кодекса не по одному только вопросу предполагает серьезное наказание по вопросу о невыплате заработной платы в срок до уголовного. И то после больших забастовок. А что касается нарушений, какой-нибудь процедуры нет. И вот, когда вы три месяца будете вот так вот беседовать с администрацией, и ходить по бригадам, и по делам, и рассказывать, как они идут, вы поможете товарищам, которые пока еще имеют всякие иллюзии, что у нас не диктатура буржуазей, что люди проснутся, что там вот поймут, там или президент, или премьер, да и президент и премьер не могут пойти против класса буржуазии. Но буржуазия у нас, диктатор, буржуазия, как может президент и премьер пойти против класса буржуазии. Поэтому вы, так сказать, разбирайтесь со своей буржуазией, по крайней мере, со своим работодателем. Поэтому существует другой раздел в Трудовом кодексе, называется коллективные трудовые споры. Там предусмотрена процедура. Вы должны собрать конференцию, выдвинуть требования, избрать комитет, который будет вести примирительные процедуры, пройти примирительную комиссию, потом обсуждать вопрос сначала о приглашении посредника. Сразу хочу сказать, что этот вопрос о приглашении посредника чисто бумажный, потому что, скажем, я вот тех посредников, которые вы приглашаете, я им не доверяю, а, соответственно, вы не доверяете тем, кого я приглашаю. Но мы должны запротоколировать, что это было. Прошли этот этап. Следующий этап. Трудовой арбитраж. Он обязателен, если стороны договорились о том, что будут выполнять решение трудового арбитража. Но если не договорились, то запротоколировали. И тогда, пожалуйста, вы выходите уже на решение вопроса о забастовке, собираете конференцию. На конференции вы поете те требования, которые у вас были заложены. А требования очень простые. Повышение реального содержания заработной платы. Это что означает? Это означает, что не только индексация, то есть на индекс инфляции вы повысите, но плюс еще 5, 7, 10 процентов максимально чего смогли добиться дальневосточные докеры. 5. Но я думаю, что они потому 5 и добились. 5 плюс к инфляции. Что они, наверное, не 5 закладывали в требования, а 7, 8 или 10. Это для того, чтобы у вас было еще поле для торгов, для разговоров, переговоров. Поэтому, ну, если вы выходите с требованием индексации, ну, это вы как будто нищие приходите, просить, чтобы вам не ухудшили вашу жизнь. Вам ее ухудшат сами ценами. Вот. И после этого обязан работодатель, так сказать, либо принять ваши требования, либо отказаться. Если он отказывается, значит, вы решаете вопрос. Вот на этой самой конференции вы решаете этот вопрос об организации забастовки, избираете забастовочный комитет, и этот забастовочный комитет во время забастовки отвечает за порядок в организации, за порядок и охрану собственности работников и работодателя. То есть, если вы решите там дружину сделать для обеспечения этого пункта, это ваше святое право. То есть, если вы не указали срока забастовки, то она бессрочная. Так, надо записать. Забастовка бессрочная. А раз она бессрочная, вот вы требуете там кроме повышения реального содержания заработной платы, обеспечения технического прогресса, потому что вы видите, что ничего не делается или мало делается для совершенствования технического в производстве. Это второе требование. Третье требование сокращение рабочего дня до 6 часов. Вот это самое важное и это самое реальное, что можно сделать, потому что вы определяете форму забастовки. Я очень бы не советовал делать забастовку в виде прекращения рабочего работы, просто всей. Почему? Ну, вы поработаете так недельки-две, зарплату не получите, потом у вас проблемы будут в семье, у вас же нет запасов, как у противоположного класса. Поэтому опыт докеров показывает, что вы сделаете сокращение времени, то есть забастовка проводится в форме частичного прекращения работы. Какого часа? Ну, на два часа. И вы перешли в режим шестичасового рабочего дня. Все изделщики практически зарплату сохранят. Ну, будут интенсивнее работать. А все повременщики получат время, особенно при солидарных действиях вместе со изделщиками, для того, чтобы добиться повышения реального содержания зарплаты. Потому что, чтобы добиться чего-нибудь, надо иметь время. Люди у нас не имеют времени для самоорганизации. Мы говорим, рабочий класс плохо организовывается, потому что он думает, или многие рабочие по отдельности думают, что они будут больше работать и больше получат. Толковые рабочие говорят, что вы зарабатываете себе на лекарства. Вот, вы будете больше работать, вам будут давать разбавленную зарплату. То есть, вы на самом деле будете получать мало. Но для того, чтобы это как-то себе набрать, вы подорвете свое здоровье, и в этом будет состоять ваша борьба. А вот люди, которые получат два часа, эти два часа надо использовать, чтобы подготовились, чтобы вы организовались, чтобы вы договорились, чтобы вы то, что нужно, прочитали. Я вот общаюсь с товарищами и профсоюзниками, и я убеждаюсь, что они даже не знают этого трудового кодекса. Они не знают, как проводится забастовка. Они не знают всяких там нюансов. А там есть такие нюансы, что нужно определить вместе с работодателем, определить, что во время забастовки минимум работ, мало ли где-то для больниц, что-то там, для роддомов или, скажем, для обороны что-то ведется. Это значит надо сохранить минимум работ, и он есть установленными министерствами, соответствующими минимум работ во время забастовки. Раз, согласоводители не согласовывают работодателю, надо еще подать в администрацию, а если администрация не согласовывает, суд подать и решить этот вопрос. То есть нужно поучаствовать в управлении государством буржуазным. Это раз. Второе, кроме того, нужно найти местные муниципалитеты и их поставить в известность, что у вас будет на территории тут забастовка. Если вы их не поставите, у вас нарушение, а они будут прятаться от вас, скрываться. Поэтому нужно подождать, как-то подкорулись и им прийти и проинформировать, что они пусть распишутся, что они знают. Или пусть два свидетеля с собой взять, или вас двое было, чтобы известно было, что они проинформированы. Вот вы себе должны оформить всю эту самую забастовку и научиться действовать по закону. У нас есть горячие головы, говорят, мы сейчас все сметем, мы сделаем революцию, да вы еще не можете ни одной забастовки сделать. О чем вы можете говорить? Вы еще ничего не научились. Поэтому, ну как говорится, разбитая армия хорошо учится. Вот нас сейчас разбили, размер рабочего класса, сейчас буржуазия наголову разбила. И она не просто разбила, она поставила вопрос ребром. Речь идет сейчас не об ухудшении положения, не уменьшении зарплаты реальной, не снижении здравоохранения и других параметров, а самой жизни человека. Она решила уменьшить саму жизнь. То есть речь идет о том, что она встала на дорогу геноцида по отношению к российским работникам. И поэтому, если кто-то сейчас не проснется, ну значит он уже умер для трудящихся, для истории и для своего класса и сам для себя. Потому что это, так сказать, жалкий лепет тогда будет. Поэтому попротестовали, можно говорить против. Но каждый класс должен сам бороться за свои интересы. И средства у него есть. И вот те нормы забастовочные, о которых я говорил, это же достижение рабочего класса, мирового. Во всем мире имеются те или иные установления, и во всем мире признано право на забастовку. Право на забастовку – это святое право кого? Свободного рабочего. Это право, которое вытекает из буржуазной революции. Потому что, когда были крепостные крестьяне, вы не можете остановить работу, если вы мой крепостной. Я вас или продам, или буду сечь плетьми. Потому что я имею право, если я барин. А если я ваш работодатель, если я хозяин, я не могу вас ни плетьми сечь, ни тем более другие какие-то меры принимать. Потому что вы со мной свободно договорились. Вы коллективом собрались, мы-то в таких условиях работать не будем. А у нас труд непринудительный. Принудительный труд нашей Конституции запрещен. И вот забастовка является просто выражением того, что труд в буржуазном обществе не является принудительным. Но, товарищи думают, это вот единственное право. Потому что ничего другого, чем другим, никак вы не отберете. Ну, как вы хотите у меня взять из кармана миллион вытащить? Ну, как вы меня хотите уговорить? Ну, попробуйте, Дмитрий, меня уговорить. Во-первых, у меня его нету. А если есть, я буду говорить, что его нету. Вот вся буржуазия говорит, что у него нету. Она прямо нищенствует, наша буржуазия нищенствует. Поэтому, когда вот... Потому что тоже Захарченко, полковник, которого 9 миллиардов наличными нашли в сумках. Говорит, отдайте. Вы нашли клад? Ну, возьмите себе там 25%, сколько положено. Отдайте мне остальное. Или тот, кого судит губернатор Сахалина. Что говорит? Отдайте мне. Вы мне там приписывали. Забрали у меня миллиард 800. А по вашим, по эпизодам у вас, где взятки я брал, 660 миллионов. Ну, забирайте 660 миллионов, а остальные верните мне. И меня отпускайте. И меня отпускайте. Почему? Потому что... Насчёт отпускайте второй вопрос. Не страшно. Он посидит, потом выйдет, у него будет там миллиард 200. Потому что у нас считается неприличным узнавать, откуда у меня деньги. Это вот вы можете ответить, откуда у вас деньги, потому что у вас их мало. А если у меня их много, не скажу. Сейчас моя собственность священная неприкосновенна. Ну, она по-разному бывает. Это зависит от того, хочет ли класс буржуазии развивать производство в России и решать свои классовые интересы. Потому что у него тоже интересы противоречивые. Или разбежаться всем, как тараканы. Или... И он должен сейчас думать. Потому что, как вы понимаете, на нашу буржуазию давят с запада. И на западе могут все её счета закрыть и деньги отнять. Они её могут и не отнимать. Просто арестуют. Вот если я арестовал ваши счета, это значит, я могу ваши деньги попускать в долг и получать на них проценты. А вы не можете взять. Вот так могут поступить. А здесь могут посадить тюрьму. Потому что сажают и сажают. Сажают и сажают тех людей, которые занимаются лжепредпринимательством. Идут не по пути создания, так сказать, каких-то новых машин, оборудований и так далее. А идут, пытаются все получить какие-то левые деньги. И как главным образом присвоить государственные деньги. То есть, деньги, принадлежащие классу буржуазии. Они же не рабочим принадлежат. У нас государство-то буржуазное. Поэтому, вывод какой? Вывод, вы меня просили ответить на вопрос о том, как оценивается эта реформа. Реформа эта оценивается как очень крупный сигнал, который нам подает буржуазия. Нам буржуазия дает понять всем трудящимся, что она не собирается улучшать положение. И не будет улучшать положение. И оставьте свои надежды на улучшение положения. И посмотрите, как дружно мы голосуем. Посмотрите, для чего мы создавали партию «Единая Россия». Это единая позиция буржуазии российской. И эта единая позиция российской буржуазии, она выше всяких президентов, дум и так далее. Там есть еще Совет Федерации, есть еще Госсовет, а есть еще Совет Безопасности. И все эти органы, это органы буржуазии. Потому что буржуазия осуществляет свою диктатуру. Вы утратили диктатуру рабочего класса? Вот пока не установите свою диктатуру, может сказать нам буржуазия, диктатуру рабочего класса, будете мыкаться. А если вы хотите что-то среднее установить, то по этому поводу среднего... Ленин написал так. В брошюре «Успехи и трудности советской власти» он писал. «Мы, конечно, не против насилия. Мы над теми, кто относится отрицательно к диктатуре пролетариата, смеемся и говорим, что это глупые люди, не могущие понять, что должна быть либо диктатура пролетариата, либо диктатура буржуазии. Кто говорит иначе, либо идиот, либо политически настолько неграмотен, что его не только на трибуну, но и просто на собрание пускать стыдно». В докладе о внешнем и внутреннем положении Советской Республики на сведущайном заседании Пленума Московского Совета рабочих и красноармейских депутатов 3 апреля 1919 года Ленин говорил, «Либо диктатура буржуазии, либо власти полная диктатура рабочего класса. Нигде середина не могла ничего дать, и нигде из неё ничего не выходило». И вот Ленин неоднократно подчёркивал, что люди, обычные люди, учатся не из книжки, а из жизни. Вот из книжки они это не выучили. Ленина они не читали, а читали плохие книжки, написанные плохими авторами или изменниками делу социализма, и продолжают их читать. Вот. А Ленин не уставал это разъяснять и рассчитывал, что когда-то люди с помощью своего опыта практического, самого тяжёлого, как сейчас, перед лицом неизбежной смерти значительного числа трудящихся, которые нам заготовила российская буржуазия в лице своих представительных учреждений, и будет ещё удовольствие по принятию растягивать до сентября аж, вот Ленин писал в работе о диктатуре пролетариата. Первое. Основной источник непонимания диктатуры пролетариата со социалистами – это недоведение ими до конца идеи классовой борьбы. Диктатура пролетариата есть продолжение классовой борьбы пролетариата в новых формах. В этом гвоздь. Этого не понимают. Пролетариат, как особый класс, один, продолжает вести свою классную борьбу. Один. Государство – лишь орудие пролетариата в его классовой борьбе. Тот класс, который взял в свои руки политическое господство, взял его, сознавая, что берёт его один. Это заключено в понятии диктатуры пролетариата. Это понятие тогда только имеет смысл, когда один класс знает, что он один берёт себе в руки политическую власть и не обманывает ни себя, ни других. Разговоры насчёт общенародной, общевыборной, всем народом освещенной власти. Любителей по части такой словесности, как вы все прекрасно знаете, очень много и даже сверхмного есть. Но во всяком случае не из числа пролетариата, ибо пролетарии осознали и в Конституции, в основных законах республики написали о том, что речь идёт о диктатуре пролетариата. Ну вот надо сказать, что этот урок, который Ленин вроде бы старался преподать, он не выучен. Он не выучен, потому что наступили такие блаженные годы, когда жизнь у нас улучшалась, зарплата повышалась, рабочее время сокращалось, здоровье улучшалось, продолжительность жизни увеличилась. Это какие годы? Это 60-е годы. Уже восстановили народное хозяйство. Производительность труда у нас росла примерно в 50-е годы темпом 10% в год. То есть мы имели второе место в мире, мы догоняли Соединённые Штаты Америки очень активно. По производительности труда уступали только США и Франции, на третьем месте находили. А потом вот началось, мы вперёд пропустили сначала Японию, потом Германию, и сначала оказались на пятом месте, а к этому времени накопился такой большой груз ревизионизма. Отказа от всего того, что Ленин писал по вопросу о государстве, о диктатуре пролетариата. Дескать, у нас уже нет никакой классовой борьбы, хотя Ленин говорит, один класс продолжает свою классную борьбу, другие помогать должны. Они же не интересы противоположные рабочему классу не имеют, что интеллигенция ради имеет противоположные интересы, но если она свои интересы поставит выше интересов рабочего класса, это уже будет противоположная позиция. А рабочий класс, он не может поставить выше свои интересы классовые, выше интересов других классов, потому что реализуя свои классовые интересы, он улучшает положение всех. Когда рабочий класс улучшается? Когда он образование налаживает, то есть помогает улучшать жизнь учителям, вузовским работникам. Когда он врачам повышает и образование их, и их жизненный уровень и так далее. То есть наука, как без науки рабочий класс может поднять свой уровень жизни, поэтому ученых он должен содержать и обеспечивать. Поэтому рабочий класс осуществляет свою дикатуру, ведя свою классную борьбу, и в этом смысл содержания этой классной борьбы, он тем самым улучшает положение всех и обеспечивает цель производства при социализме. Не все знают, что это такое. Потому что цель производства при социализме и при полном коммунизме, да и та же, обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Всех. Не Иванова, не Петрова и не Сидорова, а всех. И были определенные средства Ленинам предложены еще в государстве революции. Вы хотите, чтобы государственный аппарат не отрывался, как он сейчас бесконечно оторвался от народа, не просто оторвался, а он вообще сейчас противник народа. Вот вчера на Красном ТВ выступила товарищ Двуреченская. Я первый раз ее выступление, она очень просто сказала, ну все, маски сброшены, все стало понятно. Те люди, которые придумали эту реформу, враги народа, и они это скоро, так сказать, почувствуют на своей шкуре, что это так народ не оставит и народ не просит. Надо понять, что есть вот предел, есть граница, до которой, когда ее перейдешь, то неохота превращается в желание наоборот, так сказать, выступать, действовать и так далее. Если гражданин Медведев от лица буржуазии решил подстегнуть рабочий класс и побудить его к действию, может считать, что у него это получилось. У него это получилось. Мы вот даже, скажем, заметили по числу заявлений в рабочую партию России, просто, значит, не успеваем принимать, потому что люди там стояли, думали, в сторонке постою, посмотрим, чем дело кончится. Они уже поняли, чем дело кончается. Дело кончается сокращением жизни трудящихся. Вот как сейчас поставлен вопрос. Вот в связи с этим приходится констатировать, что когда вот эту потерю пожинает рабочий класс плоды своей пассивности, а он пожинает плоды пассивности своих отцов и матерей. Потому что в 60-е годы, когда на 20-м съезде вылез Хрущев, и вылез он не в конце, как некоторые считают. Я так вот тоже думал, что в конце съезда он просто вылез с этим докладом клеветническим против Сталина, который, между прочим, участвовал в индустриализации, и в коллективизации, и в гражданской войне, и в подготовке к обороне страны, и в разгроме фашизма немецкого. И в том, чтобы создать новые социалистические государства во всей Европе. Человек, который, как говорится, умер, имея шинель, фринч и сапоги. И вот это клетническое заявление было сделано на закрытом заседании, причем закрытом, в общем-то, для советского народа. А для иностранцев, так сказать, быстренько распечатали и разослали этот весь доклад. Вот. И после этого еще были директивы по 11 съезду, потом выборы, доклад по программе, не доклад, а принятие решения о разработке проекта программы партии. У меня есть дома синограмма 20-го съезда. Я посмотрел и удивился. Я как-то вот думал, что это было как-то в конце, за рамками, ничего подобного. Это в ходе работы самого съезда было сделано. И что? Сколько народа хвалили товарища Сталина? Ну, столько хвалило народа. Прямо на съезде? Нет, ну не на съезде, до этого. Ну, а что, если поменялся первый секретарь, все? Ну, как так может быть? То есть, это говорит о том, что люди не разбирались в этих вопросах, не изучали сами Ленина, не знали, что такое диктатура, не знали, что потеряли. Им что диктатура потерято, что общенародное государство. Ну, Энгельс объяснял, что это жареный лёд. Пока государство ещё есть, оно классовое. То есть, диктатура рабочего класса. А когда оно уже общенародное, тогда оно уже не государство. По смыслу. Потому что это аппарат насилия для проведения политики определённого класса. И если остаётся ещё при социализме противоречия между бесклассовой природой этого строя и ещё непреодолённым делением общества на классы, то социализм есть уничтожение классов. И пока это уничтожение классов полностью не будет завершено, диктатура пролетариата необходима. А если вы её убрали, то что, по теории, марксизма вы должны были получить? Без отсутствия государства? Нет, нет. Диктатура буржуазии. А, ну если так смотреть, то да. Вот Ленин пишет прямо. Либо диктатура буржуазии, либо диктатура пролетариата. Вот середины нет. А середине, кто мечтает? Борщата, плохо учившись, интеллигентики, плохо учившись по плохим книжкам. И тот, кто этого не понимает, то не только на трибуну его пускать стыдно, а даже на собрание его пускать стыдно, что это безнадёжный идиот. И вот в лице такими безнадёжными идиотами выглядели наши трудящиеся, между прочим, очень многие идеологи, которые думали, что они будут читать всякие книжки, какие-то учебники. Не будут читать Ленина, не будут читать Маркса. И они думают, что сэкономят время. На что вы сэкономили время? Вы сэкономили время на то, чтобы работать на буржуазию. Товарищ Суслов. Товарищ Суслов является теоретиком развитого социализма. Сколько Маркс объяснял в критике ГОСКОЙ программы и Ленин в государстве революции, что социализм это коммунизм, только низшая его фаза. Незрелый, неполный, неразвитый коммунизм. Ну, а что, товарищ Суслов, развитое? А зачем это нужно было сделать? А чтобы всё это сделать красиво, общенародное государство, а экономика уже какая? Рыночная. На самом деле, никакой рыночной экономики не бывает, а бывает товарное хозяйство. Потому что рынок, это место обмена денег на товары, это купля, и товары на деньги, это продажа. А если экономика у вас рыночная, вы ничего не создаёте, а просто расторговываете, что осталось от России. Это мы и наблюдаем, между прочим. Вот это продали, вот это. Чего нам ещё приводизировать? Что ещё нам ещё продать? И кому? И мы продаём, продаём и продаём. То есть не мы, а государство продаём, нашей буржуазии. Не столько само работает, сколько хочет пожить в своё удовольствие путём продажи. Какие средства у Ленина были заготовлены, которые он предлагал открыто в государстве революции? Он когда задумывал вопрос о революции, а нам сейчас об этом надо тоже задуматься. Он думал о том, а как сделать так, чтобы не получилось, что этот государственный аппарат снова будет служить не рабочему классу, а в буржуазии. Он придумал партмаксимум. Партмаксимум в чём выражается, что вот я, если я член партии, на какой бы я пост не встал, и какая бы там ни была зарплата, больше чем 500 рублей, то есть уровень зарплаты хорошего рабочего, среднего рабочего, он не должен получать. И чтобы не рвались люди в коммунистическую партию, и чтобы она не состояла из карьеристов, чтобы эти карьеристы не захватили руководство партии, партмаксимум, он потихонечку исчез. Второе условие, что диктатура пролетариата, она не просто диктатура пролетариата, она имеет свою форму. Это сущность социалистического государства, а форма какая? А форма – это советская власть. А что значит советская власть? Это значит, что, как написано в программе партии, что основной избирательной единицей, в Ленинской было написано, и основной ячейкой государства является не территориальный орган, а завод-фабрика. Производственный орган. Производственный. Производственная единица. Единица, завод-фабрика. А в чём фокус? А фокус в том, что вот собирается конференция заводская и избирает депутата. Ну ладно, значит, избрали. А он хорошо выступает, а плохо работает. Отозвать. Собирается конференция, принимает решение и отзывает. А если вы избираете по территории, как у нас пошло с 1936 года, то пока ещё партия не разложилась, она предлагала рабочих, женщин, молодёжь, и за них голосовали. Но сами, так сказать, заводские единицы уже в этом, но участвовали только в одобрении тех предложений, которые это делают. То предложение-то партия всё равно должна и будет делать, партия рабочего класса. Но нужен дополнительный контроль со стороны трудящихся. Партия-то действует, она кому должна служить, классу или класс партии? Партия-класса. Если партия-класса, а если будет класс партии, то это будет диктатура партии, а не диктатура класса. Что у нас случилось после 61-го года? Что предлагал в своё время Зиновьев. И что по поводу чего Сталин выступал и говорил, что не надо перепутать. Это прямую противоположность предлагаете. У нас не должна быть диктатура партии, но должна быть диктатура класса. Партия есть, а у нас класса. А для этого надо сделать так, чтобы собрались на заводе и сказали, так, Попов, ты тут много разговариваешь, а ничего, никаких дел нет. Так, мы тебя отправляем на рабочее место. Токарем работал, иди работай токарем. Или был инженером, работал инженером. И направляем туда Петрова или Сидорова, который будет депутатом. А для совета безразлично. Вот мы сидим с вами в совете. Сегодня вы пришли, завтра пришёл другой товарищ вашего завода. Послезавтра вы продолжаете, а вместо меня пришёл ещё Никандров какой-то. Какое-то место. То есть надо, чтобы через советы все проходили. И чтобы поэтому вот такие люди, как Горбачев, Ельцин, чтобы их вовремя отозвали. И чтобы была возможность отзыва. Поэтому диктатуру Патрията очень трудно её устроить. Потому что диктатура Патрията должна быть всё-таки диктатурой того класса, который занят трудом на заводах и фабриках прежде всего. А, так сказать, люди есть говорливые, которые желают, так сказать, рабочих обмануть. Поэтому он должен не терять свой контроль. Поэтому он должен и сам учиться. А для этого им нужно вот это самое свободное время. Когда это свободное время надо получить, его получают классовой борьбой. Вам предложил, так сказать, господин Медведев обострить классовую борьбу. Ну, раз он её предложил обострить, значит, вы должны включиться в эту классовую борьбу. Иначе вас стопчут, как известно. Потому что тот, кто не выдержит классовой борьбе, кто задаёт позиции, ну, тогда с ним обращаются так, как обращаются со слабыми. То есть их просто уничтожают. И тут уничтожение прямо заложено в этой пенсионной реформе. Поэтому у вас есть право на забастовку, вы его не использовали, ну, это ваше дело. А если вы его использовали, представьте себе, вы использовали право на забастовку. Если у вас бастует, там, десяток предприятий в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, значит, от каждого предприятия, там, от каждой тысячи человек по одному отправьте в единый совет. Даже если три забастовочных совета есть, три забастовочных совета, уже можно сделать совет из трёх человек. А как вы думаете, делали совет в семнадцатом году, так? А потом вы позвали из других предприятий, тоже давайте своих делегатов и так далее. То есть, если это будут просто избранные люди и за ними нет никакой силы, это никаким органом не будет. А если это забастовочные комитеты, которые могут остановить производство и которые могут изменить форму забастовки. По закону о забастовках, по трудовому кодексу, забастовочный комитет может изменить форму. Если у вас было два часа, вы не работаете, можете сделать три. Если вам надо четыре, можете сделать четыре. Но надо за три дня уведомить администрацию, больше ничего не надо. Не надо снова ни конференцию проводить, никаких примирительных процедур, то есть абсолютная власть. И порядок вы обеспечиваете на предприятии. Товарищ Сенков из Нижнего Нога, он был в свое время председателем забастовочного комитета МАШ-завода, который выпускает серьезные вещи для Минобороны. И вот спрашивают представители ФСБ, а вы во время забастовки планируете генерального пускать или не пускать? Ну кого он должен спрашивать? Кто во время забастовки хозяин? Кто во время забастовки поддерживает? Нет, мы планируем пускать. У нас нет никаких претензий. И потом у рабочего класса нет задачи бы вставать и просто не работать. И задача явочным порядком сейчас обеспечить себе 6-часовой рабочий день и 2 часа использовать для того, чтобы закрепить свое положение и для того, чтобы решить другие проблемы. И повышение реального содержания зарплаты, изменить ситуацию в медицине, изменить пенсионные дела и так далее. Потому что, что касается рабочего времени, ну вот представим себе самый худший вариант. Пройдет эта вся реформа, уж очень так жмут. Ну пройдет реформа, значит тогда рабочий класс должен сделать так, чтобы у нас было как в Европе. Значит надо меньше работать, тогда мы посчитаем тысячи часов, чтобы было меньше, чем во Франции и в Германии. Что для этого надо сделать? Ну вот везде это делают забастовки. Кто не хочет делать забастовку, тот будет работать много. Кто сделал во время забастовки, он же сам устанавливает график, на 2 часа меньше будет работать. Нет, не в качестве требования, а в качестве формы организации забастовки, пожалуйста, и работайте. И вы тогда будете живы и здоровы. Если вы хотите быть живыми и здоровыми, то вам нужно это сделать забастовочным путем. Товарищ Медведев вам другие пути отрезал, а Дума показала, что это не просто решение одного Медведева, а что это воля российской буржуазии в том виде, в котором оно есть. То есть вам как бы показали мурло российской буржуазии. Вот оно. Вот оно вылезло, вот оно себя показало. И я думаю, что оно рассчитывает, что оно так и думает, что никак на это не отреагируют трудящиеся рабочие, что они не способны ни на какую борьбу. Но это вот зависит от нашего российского рабочего класса. По крайней мере история России говорит о том, что вот запрягает очень долго всегда российский трудящийся, а потом ездит очень быстро. Надо прояснить частности, чтобы и всем рабочим, да и вообще всем. И будущей интеллигенции, и нынешней интеллигенции были понятны вот эти какие-то тонкие моменты. Значит, вы считаете, вы, опираясь на передовую науку, считаете, что забастовочные комитеты являются не только средством улучшения условий труда и качества жизни рабочих в настоящих условиях, но ещё и предтечий совет. Они не только предтечий совет. Советы, они вообще сформировались у нас в 1917 году при буржуазном же строе. Первый съезд советов был уже тогда, когда большевики вообще были в меньшинстве. Правда? На первом съезде советов царил там Серетели, а Ленин там выступил, сказал, что есть такая партия, когда встал вопрос о том, что нет такой партии, которая была в власти. То есть создаются советы вообще в буржуазное время. Сначала создаются советы, потом эти советы берут власть. А как они берут власть? Ну, самым мирным и легальным путём. Посмотрите, как брали власть в Ленинграде, в Петрограде. Как? Очень просто. Значит, войска Северного фронта были большевистскими. Петроградский совет был большевистским. Вот. И никто не хотел защищать это самое временное правительство. Вот сейчас правительство Медведева. Кто хочет защищать? Мне даже интересно узнать. Дело в том, что тогда был человек с ружьём, так называемый, преобладал. Шла мировая война, и это усугубляло положение. Я хочу задать вопрос в связи с тем, что... У нас уже многие побывали с ружьём, во-первых. Во-вторых, если товарищи, они успели, я имею в виду Медведева, они успели ухудшить пенсионные условия людям с ружьём. Согласен. Поэтому они работают уже против себя. Вместо мировой войны у нас новый председатель правительства. И хочу задать два вопроса в связи с забастовочными комитетами. Значит, первый вопрос. Получается, что роль профсоюзов вообще уходит на другой план? Нет, профсоюзы должны быть главным. Дело в том, что вот, скажем, в самом трудовом кодексе, как бы формально вы можете без профсоюзов всё делать. Вот то, о чём я говорил. Да. Пожалуй. Но это трудно. Почему? Потому что вот соберутся люди, но они соберутся, потом кто-то заболел, кто-то устал, и пропало это всё. Инициативная группа распалась. А тут же речь идёт о длительной борьбе. Да. И постоянной. А чтобы эта борьба была длительной и постоянной, то для этого надо соединяться и объединяться по профессии. Что такое профессиональный союз? Вот по этому поводу, что говорит марксизм. Маркс в работе «Нечета философии» пишет, сначала люди начинают бороться за зарплату. Для этого они объединяются. Как? Если мы с вами работники одной профессии, нам надо соединиться, чтобы выбить такую-то зарплату. И вот это объединение по профессиям, это и называется профессиональным союзом. И вот право на объединение оказывается потом более важным для рабочего класса. Больше они за это борются, чем за зарплату. Потому что они понимают, что если они объединятся между собой, то они зарплату получат. А если они не объединятся даже между собой, то они не получат по одиночке зарплату. Поэтому главным пунктом борьбы, который, как говорится, не надо для этого обращаться наверх, не надо для этого обращаться к буржуазии, надо заняться самоорганизацией рабочего класса. Рабочие должны или задействовать те профсоюзы. Есть, но есть фанапайровский профсоюз. Переизберите там руководство. Назначьте там, изберите тех, кого вы считаете нужным. Вот прежде чем воевать с буржуазией, подготовьте эту самую борьбу. То есть, переизберите, соберите собрание, изберите другой профсоюзный комитет. Либо если, вот есть, скажем, профсоюз защиты труда, в сопредседателях которого ходит товарищ Шейн. Вот он выступал против этого форума. Ну вот, создайте ячейку профсоюза защиты труда. Профсоюз защиты труда входит в Федерацию профсоюзов России, которую возглавляет Федеральный профсоюз авиадиспетчеров, боевой профсоюз. Поэтому я бы очень сейчас советовал, учитывая нынешнюю расстановку силы, учитывая то, что конкретно выступил Шейн, он не просто работник конфедерации, то есть на общественных началах конфедерации труда России. Он сопредседатель профсоюза защиты труда. Создавайте ячейки профсоюза защиты труда, обращайтесь к Шейну, чтобы вас зарегистрировали, и вы будете входить в Федерацию профсоюзов России. У нас три федерации. У нас есть Федерация независимых профсоюзов России, ФНПР привязана к Единой России, как говорится. Там никакого большого централизма нет, поэтому на уровне первичных организаций вполне вы можете организовывать всю эту борьбу. Никто остаться с самого верха, ничего вам сделать не может. И нет никаких рычагов. Поэтому пусть они там как угодно договариваются наверху, а внизу вы можете сделать то, что надо. Во-вторых, если вы создали защиту труда, то с формальной стороны входит и в КТР, в ФНПР. Но вы входите в Федерацию независимых профсоюзов России, в боевую, в хорошую. Поэтому я бы вот такой совет дал сейчас создавать. А она боевая, она хорошая? Вот что сейчас происходит? Будете вы действовать, и будет боевая. Смотрите, я хочу задать вопрос. Значит, у нас есть ЭРЗАЦ, можно так назвать, ЭРЗАЦ профсоюзов, в главе СССР. А вы знаете, что такое кадрированный полк, нет? Знаете, наверное. Знаю. Вроде все должности есть, а надо ещё набрать рядовых. Вот если будут люди бороться, вот тогда это будет… Ну, понятно. То есть, нужны альтернативные профсоюзы? Они… Ну, что значит альтернативные? Они нету альтернативных рабочим профсоюзам. Все профсоюзы в той или иной мере могут… Это же самые первые организации, самая первая низшая форма организации рабочих. Они все имеют свои недостатки. Какие? Вот мы с вами два члена профсоюза. Потом меня избрали председателем. И у меня появилась возможность на освободённой работе выйти и решать свои задачи, повышение зарплаты не вместе с вами, а помимо вас. И мы что, мало таких случаев знаем? Много. Поэтому в профсоюзах надо работать в любых, говорил Ленин, в самых жёлтых. Почему? Потому что это школа коммунизма. Здесь упор не на коммунизм, а на школу. Что-то впервые люди. Если вы ещё никаких вообще шагов не сделали, как вы можете сделать что-то боевое? Так надо сначала какие-то шаги сделать. А коммунизм имеется в виду, что вы за общее же дело будете сражаться. За условия труда общей для вашей профессии, за зарплату общей для вашей профессии. То есть, это школа борьбы за общее дело. Вы где-то какие-то бои проведите и нарастите мускулы, а потом будете говорить, что тот боевой, тот не боевой, а вы кто такие? Мы же сами начали с того, что есть некие приводные ремни от партии, правящей к профсоюзу напрямую. То есть, получается, что профсоюзы обуржуазились в общей своей верхушке. Я думаю, что это дошло до членов партии. Они никогда не надо путать. Профсоюз не партия, это не союз единомышленников. Вот если мы с вами два члена профсоюза, вы в одной партии, я в другой, Иванов в третьей, а тот в четвертой, у нас в партии 74. Не надо на это обращать внимание. Вы договоритесь о том, чтобы добились вы шестичасового рабочего дня на своем заводе. Вам всем это выгодно, независимо от того, в какой вы партии. Поэтому вы все смотрите, так сказать, как если вид сверху, а я вам предлагаю вид снизу. А вид снизу говорит, что вы сидите на диване и рассуждаете о том, какие там есть приводные ремни. Ну, порежьте эти приводные ремни, в чём проблема? Вы что, не были на заводе? Знаете, как ворочаются с приводными ремнями? Раз, разрезали. Хорошо, забудем о приводных ремнях. Есть другие партии, связывайтесь с ним. Пожалуйста, связывайтесь с Рабочей партией России, она будет, вот вам будет приводная ремня. Ну, я к тому и веду, что нужны всё-таки альтернативные профсоюзы, которые будут заинтересованы в борьбе за права рабочих. Все профсоюзы заинтересованы, потому что профсоюзы заинтересованы, потому что профсоюз – это профессиональный союз, это рабочий. Но это в уставе. Это не в уставе, это не в уставе, потому что профсоюз – это профессиональный союз, это люди. А есть руководство профсоюза. Сказать что-то обязательно, обеспечить, чтобы руководство прослеживало, это дело самих рабочих, кого вы изберёте и как будете контролировать. Вы не можете прогнать, если вы, кто будет за вас прогонять? Ну, кто будет приходить, за вас прогонять руководство? У нас глава ФНПР уже лет 30 сидит. Да при чём-то ФНПР? У вас глава первичной организации, если лет 30 сидит, вы не можете его прогнать. И никакой шмаков его не удержит. Если вы не хотите его прогонять, ну и будет он у вас на шее сидеть. У нас есть другие предложения у рабочей партии России, поскольку очень много случаев, когда люди, вот их избирают хорошего парня там, или хорошего рабочего, освобождённым председателем, он получает возможность свои, так сказать, заработные платы, вопрос своей заработной платы решить по-другому. В том числе, благодаря контактам с администрацией, постоянным и так далее. Поэтому сделайте так, чтобы вот, если у вас деньги на одну, вы про взносы собираете, есть деньги на одну профсоюзную ставку. Вот мы представьте себе с вами два председателя сопредседателя правкома. Значит, просто я половину времени, я рабочий, на рабочем месте работаю половину, вы. То есть, месяц так, месяц так. Всегда, когда я нахожусь на рабочем месте, мне подойдут и сделают необходимые, подзатыльники дадут, если я вот так работал. А если вы сейчас работаете, вам тогда сделают необходимые внушения. Плюс некое соцсоревнование. Да, и соревнования. Вот при этом вы остаетесь рабочим, если вы на половину ставки? Остаетесь. Я остаюсь рабочим? Остаюсь. Но я еще за два года работы в качестве такого половинного председателя, сопредседателя, я получу стаж профсоюзной работы годовой. То есть, у меня будет искусство, но я не оторван. Вот почему так вот любят все обязательно освободить? Дескать, вот я вот ничего не буду делать, а я рабочий, я буду вам платить, а вы будете за меня воевать. Так а что вас за его? А вы будете, раз вы мне и так платите, если что, я буду за вас воевать, я пойду договорюсь с начальством, начальство мне еще отвалит. Поэтому надо понять, что профессиональный союз – это работники, объединившиеся в союз. А если вы объединились в союз, так вы должны обеспечить, господство над своими руководителями, контроль определенный, и меняйте их почаще, и раз, и переизбрали. В чем проблема? Все, Иванов, уходи, ты плохо работаешь, и все. Ну, если сам работаешь, то есть, может показаться, что вот мы тут напали на буржуазию, она такая, она всякая, она пользуется неорганизованностью, стихийностью, безинициативностью рабочих, или она пользуется тем, что она свои буржуазные идеи внедрила, и вы думаете о своей зарплате, я думаю о своей зарплате, как думает каждая о своей зарплате, думает, я вот сейчас выйду еще, еще заработаю, а потом раз, и я уже не вышел. Меня уже нету. И вы уже, так сказать, цветок и венок понесли. И сплошь и рядом так бывает. Поэтому надо, чтобы, надо понять, что вот вы можете сколько угодно говорить, что такие-таки и нехорошие, и мы это и говорим, так сказать, представители буржуазии. Но вы, товарищи рабочие, если будете, так сказать, вот так, как люди, которые, так сказать, отдают сами свое, так сказать, право первородства, ну так вам шапку наденут на уши и дают. Ну, как вы думаете, с вами обращаются, потому что вас не уважают. А почему не уважают? А потому что уважают только сильных. Сильных уважают, а слабых топчут. Сейчас вот буржуазия поняла, что рабочий класс слаб и топчет его. Ну, организовывайтесь, и партия есть, пожалуйста, приходите в партию, кто не мешает, кто кому запрещает. Кто вам запрещает? У нас демократия хорошая. Я, так сказать, я не вижу никаких препятствий этого. Больше препятствий это, это вот то, что сидит человек на одном месте, он никак не хочет с него отстронуться. Поэтому никаких, пожалуйста, выступайте, защищайте, организовывайте, учитесь. Вот в Красный университет мы приглашаем, учитесь, пожалуйста, вам всё обеспечивают. Вам прекрасные профессора и доценты, вам прекрасная программа. Записались, вы сидите, смотрите в интернете, пишите, отвечайте на вопросы, получайте зачёты, изучайте, работайте. Вопросы у вас есть, обращайтесь по этим вопросам, если люди, специалисты объяснят. Вот посчитал, например, товарищ Мазур из Невиномыска, доктор экономических наук, что за один час рабочий в России вырабатывает эквивалент своей заработной платы. Да, там товарищи просили ссылки на эту работу, мы обязательно подвесим. Вот, я могу сказать, что вот у нас в университете рабочих корреспондентов с докладом выступал доктор экономических наук долгов Виктор Георгиевич. В своё время он был первым проректором университета у нас. Вот он выступал и говорит, что по его расчётам за 40 минут наш российский рабочий вырабатывает свою зарплату. То есть, рабочий класс отдаёт вот всё, вот такую прибавочную стоимость, ну, грубо говоря, из 8 часов, а там есть 7 часов 20 минут, отдаёт на прибавочную стоимость. А те уже не знают, куда её деть, или в какие сумки засунуть, и вы, так сказать, ввозят и туда, и вы сами представьте себе, у вас будет зарплата, скажем, по 24 миллиона в месяц, как вам будет тяжело? Были бы гроши, как тратить, нет вопросов, как в фильме. Не знаю. У кого какие проблемы, да? У кого какие проблемы? У нас ещё важный вопрос, нам надо уже скоро закругляться на рамках сегодняшней встречи, то, что я хотелось, мы говорим про 2 класса, и Ленин говорил про 2 класса, а у нас сегодня 2 класса или всё-таки 3? У нас сегодня 3, а Ленин говорил не про 2 класса, он говорил, что государство бывает государством 1 класса, а классов-то, может быть, и не 2. Вот сегодняшний день. Вот сегодняшний день есть третий класс мелкой буржуазии, а какая у неё роль? Она союзник рабочего класса. Почему? Потому что её больше всего топчет. Это говорят, мы вас поддерживаем, и раз, опять в воду её, и раз, опять в воду, и топят. Ну, вы видели, как в Москве уничтожали все эти ларьки? Конечно, не только в Москве, это везде. А у нас в Ленинграде, у нас Валентина Ивановна, когда была губернатором, стояли у каждой остановки трамвайные ларёчки, которые разрешили поставить. Ну, так ведь просто не поставишь ларёк. Но поскольку это ларёк, там нет большой арендной планты, поэтому нам дешевле. Люди выходили из трамвая, покупали. Потом, значит, Валентина Ивановна посчитала, наверное, со своими союзничками, сколько, значит, на какое расстояние надо записать в законе, чтобы снести эти ларьки. И вот оказалось, что надо вот кто ближе пяти метров, всех порушить. Приехали болгарками, всё убрали. Да, известные фотографии даже есть. А мини-рынки у вас как? У нас три снесли последний мини-рынок месяц назад. Ларьки уже давно все почти снесены. Остались киоски, может быть, союз печать так называемый, но их единицы. Ну, достаточно, вот я раньше ездил, вот еду по железной дороге, выйду, там продают то, сего, раков, рыбу. Рыночки есть какие-то? Были. Нет, сейчас всё, по-моему, не сажали. Всё, в рамках поддержки мелкого и среднего бизнеса. Нет, в рамках поддержки бизнеса никто даже не думайте, чтобы что-нибудь там продавали. Даже вот едешь по всей территории России, позакрывали всё. То есть, получается, что экономически мелкая буржуазия должна быть с пролетариями. Ну, у неё есть интересы, она ещё мечтает, что она вырастет. Он купил три козы и думает, что одна коза будет, это у него основной капитал, вторая коза – это будут текущие всякие расходы, а третья коза – прибыль. Потом все три козы задохли и всё. И всё. У неё уже нет ни зоотехника, ни правил, ни обучения соответствующего, ничего нет. И нет у неё ни оборудования, о чём говорить. Зачем? Вся культура… Поэтому, вот, казалось бы, у нас должна была умереть вообще. Сельское хозяйство – это просто сказка, что у нас сохранилось сельское хозяйство. То есть, после того разгрома по выполнению правил МВФ, которые учинили там Немцов, тот же самый Явлинский с компанией, Ельцин, вот после этого разгрома казалось, что всё, будет уничтожено коллективное какое-нибудь крупное хозяйство населения. Нет, вот мелочь всякую помничтожали, а крупные предприятия остались. Ну, скажем, их там в два раза меньше они производят, в той же Ленинградской области. Но у нас вот лент плода овощ, можете поинтересоваться, оно стоит на хорошем уровне и по овощам, и по животноводству, и по молочному там скотоводству. Вот, то есть, сельское хозяйство. Другое дело, что мы понимаем, откуда у нас такой большой экспорт зерна. Ну, потому что порезали молочных коров. Вот, в 90-х годах у нас было 24 миллиона крупного рогатого скота, а сейчас 9. А это значит, что 24 минус 9, это 15. 15 миллионов коров, их нету. Вот с ними сначала порезали коров, так хотят порезать пенсионеров. А раз нет этих 15 миллионов, значит, это вот всё то, что шло на фуражное зерно для коров. Ну, это можно отправлять на экспорт и отправлять на экспорт. А чтобы завоевать место хорошее на рынке, что нужно сделать? Понизить цену. Поэтому цены снижают. Эти несчастные наши могли бы озолотиться, казалось бы, сельскохозяйственные труженики. А они стонут, потому что, говорят, ну, такие закупочные цены низкие. Что по этим ценам, ну, невыгодно это сделать. Поэтому надо сказать, что мелко... Ну, это понятно, капитализм. Мы же о них говорим, мы живём в условиях монополистической экономики. Что должен сделать монополист? Подушить, затушить остальных. Он и душит. Поэтому тут бесполезно кому-то взывать или требовать, или призывать. Это ничего не надо нам делать. Это сам капитализм душит мелко-буржуазии. И он её прибивает куда? К рабочему классу. Ну, сейчас кто возмущается? Ну, вот все представители мелко-буржуазии также возмущаются. Другое дело, что они вообще не оформлены. Они вообще в эту систему не попадают. Вообще, они как не люди, если они вот тут не попали в эту систему, они не сдают, они не учтённые и так далее. Какая пенсия? Никакой пенсии нет. Ну, вот наступит время. Ну, так он где-то потихонечку и умрёт. Вон у нас сколько. Пойдите в крематорий там погуляйте, и вы увидите, там чёрные старушки лежат. Они, так сказать, потом вскрыли квартиру, и ведь лежит уже истлевший труп. Поэтому их много. И запах там соответствующий. Это вот и мелкий бизнес тоже самое ждёт. Куда его гонит эта самая буржуазия? Все понимают. И есть такое понятие в капитале, как первоначальное накопление. Вот для того, чтобы первоначальный капитал. Чтобы начать новое дело, нужно иметь вот определённую сумму. Ну, скажем, допустим, 130 миллионов для того, чтобы стать банкером. Основать банк. И эта сумма, она всё время растёт. Вот, скажем, если мы делали сначала редакцию газеты «Народная правда» как ООО, это достаточно было 40 рублей. И я был одно время крупным капиталистом с капиталом 40 рублей. А у моего, значит, нет, у меня было 33 рубля, а 7 рублей было у моего заведующего политическим отделом товарища Фетисова. А сейчас 10 тысяч нужно. Только денег не надо для этого. Чтобы учредить, надо что-то изобразить, что у меня есть шкаф компьютерный, компьютер, что-то написать, бумажки. Оформляют за один день. Потом начинают у тебя требовать налоги, и пошло это дело. Налоги, отчёты и прочее, и прочее, и прочее. То есть, стать мелким буржуа очень просто. А выбраться потом оттуда и что-то сделать очень тяжело. И никто у тебя вас не поддерживает, никому вы не нужны. Вот, поэтому, ну, это понятно. Я бы никаких претензий в этом смысле не делал бы буржуазии. Понятно, если это конкуренция. Если она передушила крупных конкурентов, но ей задушить мелко буржуазию ничего не стоит. Но, и об этом написано и в «Капитале», и об этом написано и у Ленина в книге «Империум как высшая стадия», она поднимает цены столь высоко, монопольные. Что становится вручную произвести, возможно, и получить какой-то доход. Поэтому этот мелкий бизнес, он снова возрождается, и он снова, ну, вот как бы топчет его, а он всё равно растёт, эта трава, и она растёт, её топчет. В общем, он, и Ленин это особо подчеркивал. Конечно, строить коммунизм руками одних коммунистов – это ребячья идея, это утопия, это чисто ребячья затея. Поэтому, конечно, естественным союзником рабочего класса является мелко буржуазия. Что, собственно говоря, вот сейчас и происходит. Опять-таки, помощником в этом деле, но если будете вы работать, если вы плывёте, то вам каждый ветер попутный. Если у вас есть парус. Если у вас паруса нету, и никуда вы не плывёте, то вас как щепку разобьёт обрежавшие скалы. Поэтому весь вопрос – или поднимается рабочий класс на борьбу за свои собственные интересы, или он будет смотреть, как буржуазии борются за свои интересы. Ну, что мы будем возмущаться? Ну, давайте будем ещё возмущаться, что буржуазия защищает свои интересы. Я всегда, например, предлагал бы брать, принести её пример. Вот берите пример сбуржуазии, смотрите, как она твёрда и последовательно защищает свои интересы. Ну, вы защищайте так свои, а мы будем только стонать и ныть. И так они противно вылили, что и правда их побили. Ну, ты и будут вас бить всё время. Так ну, надо организовывать, если действуйте. И когда вы будете действовать, вас так просто не разобьёшь. Диалектика. Диалектика. Закругляемся. Закругляемся. Ну, чего можно сюда добавить? Государство фактически объявило своему собственному населению социальный геноцид. И сегодня, надеюсь, не бесполезно прошла наша беседа, обозначенные главные и единственные, как я понимаю, формы и методы ведения борьбы. И борьба, она абсолютно необходима. Остаётся дело за самым главным – начинать эту борьбу. И не ждать Бога, царя или героя, который придёт и сделает это за вас. Объединяйтесь. Или продолжать ту борьбу, которую рабочий класс ведёт с момента своего возникновения. Так точно. И изучать историю этой борьбы. И учиться, в том числе и из истории у своих старших товарищей, и из вождей рабочего класса, которые это зафиксировали. Я имею в виду и Маркса, и Энгельса, и Ленина, и Сталина. У тех, кто эту борьбу организовывал. Спасибо, Михаил Васильевич. Пожалуйста. До встречи. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова